итак друзья я вас приветствую на первом занятии курса работа со звуком в davinci firelight я специально удалил все практически все проекты которые здесь были использованы чтобы начать вот все сначала возьмем родной проект black magic of и на основе его проведем на основе этих материалов разберем первое занятие начнем сначала с импорта да мы в материалах забираем проектик нажимаем shift 1 чтобы открылось окно соответствующие вот это наверняка вы знаете все были на основах я имею ввиду на базовом уровне davinci то есть я не буду разбирать даже практически открывать какие-то другие вкладки кроме firelight то есть база работы в davinci желательно чтобы вы ориентировались в элементарных функциях монтажа и так далее то есть я их касаться не буду и в основном мы будем работать уже смонтированы материал потому что ну монтаж это стихия дмитрия поэтому я туда даже не лезу уж в этом не секу как нужно открываем окошко нажимаем восстановить из архива проектов выбираем вот этот файлик ну собственно вы из материалов его скачиваете кому-то удобнее может быть официального сайта скачать это уже без разницы и двойным нажатием запускаем этот проект сразу не пугайтесь кто первый раз там firelight и мы сейчас разберем основные все элементы интерфейса начнем с транспортной панели она находится сразу я сверну media pool сразу уберу пока микшер и метр то есть вот у меня основное рабочее пространство таймлайн должен быть выбран первый вдруг вас как-то по-другому он откроется транспортная панель у нас будет в данном случае вот здесь вверху если у меня открыт индикатор уровней то мы собственно панель сдвигается чуть ниже вот стандартные кнопочки навигации play stop записи мы про запись будем на следующем занятии говорить зацикливание выделенной какой-то области работа с автоматизациями это мы тоже разберем подробненько ну собственно все разумеется это дублируется клавишами джей кей л это вы знаете из базы до многократное нажатие давайте сделаю сразу немножечко потише общий уровень всего нашего проектика play этот пробел кому-то удобнее так но я в данном случае настоятельно рекомендую использовать именно клавиатуру потому что это быстрее в работе если я нажимаю и удерживаю shift с если вы вдруг потеряли эту кнопочку пам-пам-пам-пам-пам так это тримминг 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 аудио скрабинг вот если это опция активно то у нас будет классический аудио скраб то есть при перемещении мы будем скрабить звук его прослушивая но я не часто это использую обычно либо мышь либо клавиатура джи кейл ну play stop разумеется сразу удобная опция это отмотать и повторить воспроизведение вот начало play хэда это option l если вдруг забыли вот shift перемотка с быстрой перемотка если удерживаем shift loop on loop это включение или выключение зацикливание воспроизведение зацикленной области и play around ну это я наверняка вы знаете но вдруг на всякий случай вот play game вот этой опции часто пользуюсь то есть если вы вдруг хотите уточнить какой-то шуткат он вразит по транспортной панели и его клавишам вот собственно они все здесь есть разумеется не важно в данном случае как вы будете именно работать мышкой нажимать на соответствующие кнопки или с клавиатуры с просто с клавиатуры быстрее по опыту скажу но наверняка если вы тем более монтажом занимаетесь то вы это знаете хуже меня дальше немного поговорим про панель инструментов масштабирование панель инструментов это собственно эй эр но и сразу называю шуткат и опять же когда мы поднял подносим курсор мышки и не двигаем его до со значка не убираем у нас подсказка что это за инструмент я использую равноценно наверное вот эти три вот этот наверное чаще всего потому что он объединяет в себе два предыдущих и я к этому вернусь еще в зависимости от положения курсора то есть если в верхней половине клипа то он работает следующим образом да если чуть ниже вот так если посерединке грубо говоря то вот так то есть зависимости от того где я на клипе им его при хочу применить он использует как хамелеон три разных функции ножницами я не пользуюсь никогда практически я использую шоткат степпинг это привязка нашего клипа к чему-либо например к маркеру привязка стандартная к сетке к фреймам и так далее чаще всего это клипа и другие маркеры вот видите он как бы примагничивается да поэтому значок магнитика с линковка то есть ну связка того что я выбираю аудио с видео примеру да если это опция включена то будет выбираться и аудио и видео но это классический инструмент он из вкладки edit наверняка вы его используете эту привязку из вкладок монтажа так скажем вот она тоже тут есть мы не будем за на этом зацикливаться маркеры флажки и маркеры transient detection это инструмент позволяющий быстро найти атаки звуков трензенты таким образом то есть когда я нажал ничего вроде не произошло вот здесь только появился значок на каждом аудиотреке если на него кликаю вот появляются такие вертикальные полосы грубо говоря это начало сигнала какого-то звука это нам пригодится в дальнейшем я расскажу зачем для синхронно полезно когда lipsync мы при перезаписи делаем просто что-то подровнять что-то какую-то фразу там ну в разумных пределах инструмент работает просто прекрасно вот пока его можно выключить чтобы он нам не мешался и масштабирование это вы наверняка знаете по горизонтали по вертикали чтобы не лазить сюда постоянно мышкой я рекомендую использовать shift и колесико мышки если вы на маке купите мышку с колесиком мне кажется это удобный вариант потому что как я не знаю и на монтаже это вам очень хорошо пригодится вот с любую проводную беспроводную абсолютно неважно самую дешевую просто чтобы вам было удобно так вот с шифтом я зуммирую по вертикали удерживая shift разумеется и крутим колесо удерживая alt по горизонтали удерживая command control на windows и крутя колесо я навигация по таймлайну вот как бы прокручиваю есть еще сразу полезная опция касается именно звука если я нажму alt и команд и кручу колесо я увеличиваю форму волны waveform это никак вообще не меняет уровень звука не меняет громкость это нужно для того чтобы я лучше видел что у меня тут есть вообще на том или ином клипе вот например что здесь за тишина может быть там не знаю какой-то супер вздох вот мы большой но он там присутствует так или иначе если вы наигрались накрутились все рассмотрели хотите сразу этот момент сбросить команд оптим р ну либо alt соответственно на минус на марк в общем кто на windows когда говорю команд я имею ввиду контру в любом случае если вы забыли вот здесь эти шоткаты которых я говорю есть сбросить на всех треках зуммирования waveform вот это раздел трек waveform zoom не часто нужно но когда вы работаете с тихо записанными какими-то ambient звуками рум-тонами непонятно вообще при таком значении есть там какой-то звук или нет потому что уровень достаточно тихий вот напомню что уровень воспроизведения не меняется при этом да и не забывайте сбрасывать по дефолту чтобы вы понимали что это у вас тут не клипинг дикий какой-то а вы просто увеличивали отображение волны далее перейдем к треку основные элементы трека я почему специально сразу открыл проект мы его там пересоберем добавим и так далее это будет собственно домашкой чтобы сразу у меня было какой-то контент вот и проще всего использовать чтобы никому не было обидно то что предлагает компания номер трека название трека разумеется мы можем двойным кликом переименовать мьют соло запись залочить трек чтобы я не мог вносить какие-то изменения в него до уровень то есть индикатор уровня давайте вот эту за за солируем к примеру трек и он показывает и здесь уровень и здесь уровень вот разделе а у вас тумас тумива сейф лайф так как трек засолирован все остальные уровни немного видите они серенькими вот вот это уровни треков вот это уровни тишины вот это анализатор уровня всего что я слышу данный момент я к этим значениям еще вернусь на соответствующем там задании просто вот это все уровни сразу совет держитесь немного мы можем заходить в красную у звуков которые прям главные держитесь желтой зоны если это какой-то эмбинс подклад незначительный который не должен быть громко он должен быть в зелененькой зоне то есть наш референс по индикатору уровня это вот это желтая если я хочу сделать потише или погромче я могу это сделать непосредственно на клипе в инспекторе ну так же как в меню edit вот либо в инспекторе выделить только нужно клип вот этот друг друга дублирует как вы понимаете либо я могу это сделать непосредственно на самом треке прям вот здесь это не взаимоисключающие вещи вот более того я сразу забегу в микшер вперед и увидеть если я здесь открываю у меня все это линкуется связывается с фейдером то есть вот эта ручка она называется фейдер в панели микшера везде не только в да винчи файлайт даже в аналоговых пультов да в каких-то консолях то есть фейдер это ручка уровня либо ручка громкости если вы были на основах вы понимаете разницу ну сейчас не суть вообще так вот в чем разница здесь сразу я поясню когда я у меняя уровень здесь то он меняется до цепочки эффектов вот когда я меняю уровень здесь он меняется после всех эффектов и всей обработки вы скажете да какая разница до большая разница потому что если здесь применяю какой-то эффект мы разберем их в дальнейшем и он будет перегружаться уже по входу тот или иной эффект он будет работать просто неадекватно это и касается и штатных эффектов и внешних каких-то эффектов конечно в цифровом мире мы можем в ряде случаев на это закрыть глаза но даже если вы будете использовать какие-то прессе ты они будут работать неадекватно при неверном входном уровне сигнала поэтому что делать да сразу какая подсказка можно сказать пока я все выключу ориентируйтесь на уровень опять же это основы звука но тем не менее напомню мы можем ориентироваться в пиках он может быть достигать там главное чтоб 0 не пересекал да но некий средний уровень а вот здесь мы можем посмотреть кстати вот кратковременный шот это люфсы так скажем я не буду останавливаться на технологии это мы все на основах разбирали то есть это некий средний уровень в данном случае он кратковременный шестерочка отлично да но если тише или громче не надо искусственно все это подгонять мы это можем сделать там нормализацией в любом случае кстати вот выделил все проанализировать анализ нажал вот он говорит что true peak нашего уровня вот здесь кстати скорее всего минус 1 и 2 это нормально все хорошо не надо паниковать там и так далее если мы записываем я рекомендую немножечко брать запасом до минус восьми до минус шести пиковый уровень вот и интегрейтед минус 20 минус 23 минус 16 даже это зависит от источника что мы записываем да или как с каким материалом мы работаем плату звуков океана волны там будет другое значение но всегда примерно ориентируйтесь на значение минус 23 если меньше тоже хорошо минус 26 у вас даже может быть никаких проблем но если у вас здесь минус 6 или минус 8 среднее значение это не очень хорошо в чем при прелесть мы можем выбрать и бюр 128 в данном случае в разделе нормалайз и сказать ну вот просто выберите пресет и нормализовать к нужным значениям все более того он может это сделать отдельно для каждого вот так только не аналайз нормалайз вот то есть все наши выбранные файлики он нормализовал примерно к целевым значениям которые в стандарте и бюр 128 мы потом впоследствии сделаем громче что-то тише автоматизации прорисуем но здесь важно получить сразу примерно оптимальный уровень чтобы у вас потом не было проблем на треках на мастер-шине чтобы ничего не перегружалась и все пресеты даже если вы их любите используете правильные пресеты это всегда сокращает время просто чтобы они работали правильно да и не было такого что ой это да винчи какой-то плохой там звук непрофессиональный и все такое отличный звук просто нужно уметь его готовить итак по масштабированию ну основные вещи я проговорил давайте перейдем к следующему этапу в разделе индекс очень удобно работать с треками таким образом переименовать их скрыть когда они нужны ну к примеру я не хочу видеть никаких волн здесь сейчас мне нужен только диалог да или там только треки где голос наверняка вы это знаете но тем не менее я замечаю что люди не используют это а это очень организует проект правильно особенно когда у вас много не просто музыка и голос там 12 вас там не знаю 10 разных героев какой-то саунд дизайн и так далее дальше здесь мы сразу видим формат трека активация мониторинга и dc это automatic delay compensation когда мы используем какие-то эффекты обработки которые вносят задержку дополнительную это все компенсируется то есть у нас благодаря этому не будет никакого синхроны весей мы к этому вернемся то есть он здесь говорит что есть он тут или нет используется и теги если вот так развернуть вот последнее поле теги видим мастер-шину ее можно тут же тоже там переименовать здесь же группы никакие не использованы поэтому пока про них не будем в чем прелесть я помимо того что могу просто видеть все так сжато здесь принципе тоже так можно все зумировать и увидеть все более компактно я могу их очень удобно перетаскивать как удобно там допустим диалог музыка пускай будет здесь а все волны там и ветра где-то ниже все это идет на мастер-шину она называется по умолчанию bass 1 ее можно опять же переименовать ну давайте назовем мастер дальше дальше мы периодически к этой панельки индекс еще будем обращаться давайте собственно к ней перейдем индекс это такой как бы ну пул нашего нашей информации точка входа точка выхода исходит его параметры как таблица до имя файла какие мы данные использовали в проекте это я разобрал и панель маркеров здесь уже в проекте заготовлена специальные поэтому открыл проект здесь есть маркеры если я хочу создать маркер я нажимаю м кнопочку вот он сразу в поле появился если я хочу создать маркер и сразу что-то там написать ну типа просто маркер ну и что этот маркер хотела сказать мне нажимай команд м например вот маркер 9 переписать допустим слишком сухо и без же не но я специально много букв пишу и на русском языке чтобы понимали что это работает все читается все замечательно и так как это переписать ай-яй-яй пусть это будет красным цветом все дан вот если вот он этот маркер я могу во первых быстро между ними ориентироваться перескакивать по маркерам да у меня видите playhead к ним скачет в этой панельке либо соответствующим сейчас куда-то убежал вернись ой-ой-ой-ой работает вот бегать по маркерам грубо говоря вот вверх-вниз и кликаю на клавиатуре ну либо мышкой вы понимаете и потом я когда что-то сделал я могу удалить маркер ну типа выполненная задача remove все классно переписали и так далее мы записью будем заниматься на следующем занятии но для представления что нас ожидает лучше сразу понимать что панель маркеров она информативна не просто чтобы какие-то красивые флажочки ставить дальше ну вот то те же самые комментарии двойным кликом я могу перевернуть там какой-то комментарий да ну вот там тебе надо сам и перепиши к примеру и отправить обратно проект дальше ну как и везде мы можем поменять вид это вы знаете наверняка показать только по цвету вот ну мне не приходилось использовать у меня не было там столько маркеров именно в да винчи но иногда удобно там красные самые срочные к примеру зеленые по желанию ну условно можно так это использовать да собственно все да по маркерам разобрались я пока эту панельку скрываю и мы переходим к работе с аудиоклипами аудиоклип это собственно вот этот вот кусочек звука так его назовем грубо который у нас находится на таймлайне как мы можем с ними работать мы можем их разумеется перетаскивать туда-сюда мы можем менять уровень как я сказал здесь или в инспекторе если я удерживаю alt я ставлю keyframe допустим чтобы вот такую ямочку нарисовать но здесь сразу есть удобный вариант удобная альтернатива ну к примеру я хочу сделать потише вот эти вот этот клип когда появляется голос и я работаю этим инструментом focus mode вот я выделил и сразу тяну вниз он сам создает 4 keyframe вот и очень удобно я сразу могу сделать потише это экономит массу ну вот здесь к примеру да давайте когда голос появился вот это немножечко мы просадим сразу ниже курсора насколько децибел я делаю громче или тише ну в любом случае там нужно слушать не надо на циферке ориентироваться вы в этом плане знаете мой подход дальше что еще можно сделать фейды фейд я могу создать это плавное увеличение звука плавно это условно смотря как мы нарисуем либо плавное затухание звука давайте я засолирую к примеру вот этот трек мы видим что здесь есть фейд я его уберу сейчас вот так вот вот если я нажму play он начинается резко сразу я хочу чтобы плавный был въезд я подтягиваю курсор в верхнюю левую область и создаю фейды то есть это плавное нарастание звука хватаюсь если за центр я меняю форму он в любом случае вот либо так линейный так логарифмический можно не запоминать там линейный логарифмический главное послушайте разницу вот например так либо вот так то есть он по-разному меняется у нас нарастание фейдаут то же самое только в конце вот так вот так есть вариант когда у меня два клипа например пересекаются я могу создать кроссфейд например ну давайте вот здесь вот разрежу я вот эту часть перенесу ее вот так вот и хочу сделать так чтобы вот эта часть становилась тише вот это становилось громче и я могу выделяю нужную мне часть этим можно инструментом ну давайте вот так в данном случае не принципиально два клипа я выделил мне удобнее вот этим давайте я все-таки его возьму потому что так быстрее и создаю кроссфейд вот shift точнее option shift f можно опять же шоткатом так и здесь же я сейчас увеличу немножечко я тоже могу поменять форму огибающий который меняет ну уровень да это все будет случай с волнами не так заметно случай с музыкой заметно будет мы сделаем попозже вот и постфактум я могу менять длину фейда ну соответственно время вот этого перехода левого клипа в правый вот фейды по началу и в конце нужны для того чтобы звук начинался без всяких щелчков и заканчивался тоже не резко то есть минимальный фейд нам полезен также мы можем сделать фейдин плейхэду и фейдаут от плейхэда ну это зависит уже от того где он находится выделяем какой-то кусок вот вот и ну на музыке мы еще потренируемся да там нужно будет вырезать я так думаю сейчас добавим какой-то аудиокомпонент музыкальный и его склеим чтобы он был более гармонично укладывался да в этот проект я сразу скажу у нас задача не будет сделать какой-то шедевр по звуку там по слон дизайну задача показать инструментарий как это все работает а дальше по поводу клипов у нас еще есть вариант ну разумеется вот так его развернуть вот но это также как и с видео когда вы когда вы работаете с видео и склеить обратно в принципе в основе наверное все а единственное знаете что еще хотел elastic wave вот elastic wave это возможность ускорить и замедлить наш файлик мы это здесь пока не будем применять я к этому вернусь на соответствующем занятии это опять же для синхрона нам помогает чтобы сделать побыстрее поменьше и вот этот режим здесь в новых версиях появился режим для голоса и для всего остального все остальное это тоже условный момент бывает что музыкальный трек звучит хуже вот в этом режиме но более прикольные меньше искажений да что значит хуже лучше меньше искажений в режиме voice хотя это не часто бывает но не поленитесь иногда переключить особенно если вы существенно так ускоряете и замедляете наш файлик файлик инспектор наверняка вы при монтаже используете инспектор он ничего здесь такого волшебного в данном случае нам не предоставляет но удобные регулировки уровня напомню панорама это расположение относительно каналов вот левее я сдвинул за одну колонку проверьте правильно подключены или нет вправо влево когда ноль этот звук значит находится в центре можно поставить вот так ноль или вообще выключить этот индикатор зачем нужно выключать включать иногда чтобы вы понимали сделали вы хуже или лучше диалог левеллер это инструмент который автоматически как бы оптимизирует уровни речи например ну давайте здесь достаточно однотонно все ну я тем более нормализацию уже применил ну пусть будет средний уровень да вот а вот тут гейн более того он помогает сейчас выключу ну в данном случае ничего не поменять потому что я уже это делал нормализацию а вот так может быть он помогает ослабить ослабить совсем тихие части это могут быть щелчки какие-то это не удаление шума вот этот чекбокс удалить бэкграунд это могут быть какие-то ну лишние звуки ну вот у меня дядька там сверлит но сразу скажу это не магические какие-то инструменты которые записал записал где угодно и там не знаю на улице и типа сейчас поставлю чекбокс и у меня будет студийный звук нет но в ряде случаев если у вас более-менее нормально записано он может сделать еще лучше дальше pitch это изменение высоты сейчас давайте вниз на октаву одна цифра это полтона минус 12 это значит 12 полтонов октава вниз вот уже не такая милая девушка при этом меняется только высота не меняется скорость никак центы это более тонкая настройка но изменение высоты полтона это 100 центов вот ну в плюсы и в минус то же самое можно это все дело сбросить дальше если я хочу вдруг поменять скорость вот это делается вот здесь разворачиваем ускоряем замедляем вы видите вот то же самое если если стоит чекбокс pitch correction у меня не меняется высота то есть я независимо могу менять отдельно высоту и отдельно скорость если я снимаю чекбокс то высота тоже будет меняться ну как будто взяли и замедлили пленку да при воспроизведении ну и направление мы можем здесь сделать реверс то есть ну мы можем просто нажать чтобы сделать реверс так стоп сто процентов соответственно минус сто да ну вот так вот можно все это дело обнулить ну напомню command z это отменить действие дальше эквалайзер стандартный эквалайзер четырехполосный где по умолчанию включены две полосы ну в любом случае мы их можем включить если нужно больше максимум четыре но если мало мы всегда можем добавить отдельным плагином и дальше будем про это говорить перейдем к микшеру микшер это как раз таки та часть в данном случае файрлайта где происходит как ни странно микширование то есть у нас есть некие компоненты нашего проекта звуковые и мы их здесь смешиваем микшируем соответственно все треки зеркалятся здесь ну грубо говоря это то же самое что таймлайн только его так перевернули мы поставили по вертикали и здесь мы не видим клипы какие какая линейка микшера типичная аудио 1 аудио 2 ну это собственно номер трека вход мы туда пока не полезем на следующем занятии это это нужно для указания на конкретном треке откуда и как мы будем вообще записывать сигнал в DaVinci очень удобно и работает наконец-то все классно там особо нет никаких багов очередность блок эффектов эквалайзер блок динамики блок эффектов это дополнительные эффекты которые я могу использовать в DaVinci здесь их можно конечно искать вот так вот допустим мне нужен там какой-то модуляция там да хорус но вот он открылся хорус вот ячейка эффектов добавлен если еще хочу эффекты то соответственно добавил а я пока все удалю это включить выключить всю цепочку эффектов вот эту и секция динамик это компрессия гейтирования и лимитирования то есть ну по сути три в одном для динамической обработки нашего сигнала и эквалайзер уже постфактум который здесь на две полосы полосы больше здесь ну добавлены по умолчанию low cut и high cut их конечно же можно превратить в шельфы стандартные ну только вот так будет правильней вот то есть либо мы отрезаем ослабляем тип фильтра выбирается вот здесь соответственно на всех полосочках включить выключить полосу и общий уровень выхода здесь есть ну забавная такая штука тип эквализации все отличие в том что немного отличаются кривые видите вот земля более такие выгнутые да так скажем эйр все более смуз сглаженная вот то есть это то же самое только немного отличаются кривые вот вы скажете а какую выбирать любую вот какая вам больше нравится например если мне нужно сделать очень аккуратненько все мягенько я выберу эйр вот вот эти два я вообще никогда не использовал для более такой вот не скажу топорная работа работа потому что это цифровой эквалайзер хирургический точный вот но если мне не принципиально какое-то сглаживание я выберу стандартный режим который по умолчанию вот он для всего подходит подойдет вам в девяносто девяти процентах разумеется пресеты вот он диалог с типичной какой-то эквализацией для или вот там а-ля эффект телефона ну вот мы его зателефонили разумеется пресеты очень сильно зависят от исходника может быть тут не надо добавлять а может быть надо вырезать наоборот это все нужно слушать конкретный материал ну это вы понимаете из введения в звук даже и основ так дальше по микшеру это группы мы можем организовать нашу сессию таким образом чтобы у меня ну вот видите здесь есть три трека даже четыре трека с эффектами это волны и ветер земля ветер огонь так и хочется сказать давайте мы сделаем сразу группы каким образом мы создадим шину firelight только не назначение давайте а бас формат вот у меня один одна шина мастер я добавляю шину она называется бас только это не автобус ну так называется это другой другая шина пусть это будет ну там про волны да я сказал пусть это будет шина эффектов формат шины стерео ну цвет давайте не знаю серо-бурок козявчатый будет пусть такой нажимаю окей ничего не произошло типа делали-делали и ничего не сделали все произошло мы просто должны вот так вот немножечко оп при открытии видите она как бы вкладывается зачем это нужно частенько мне не надо постоянно вот этот весь микшер здесь лицезреть особенно если я работаю на одном мониторе если у вас два монитора это мега круто вы можете в режиме dual screen отправить туда микшер на втором мониторе давайте попробую вот у меня сейчас на втором мониторе развернулся микшер полностью очень удобно классно ну и и замечательно сейчас я попробую вам показать как это выглядит чтобы вы заценили так пока отключу ну обычно я работаю именно в этом режиме двухмониторном причем это не только касается DaVinci а в принципе так куда я сохранил то вот вот так это выглядит то есть в полный размер удобно все сразу видно уровни мастер-шина справа отдельно вот дальше так как создал группу помните я говорил мы в индекс вернемся вот она у меня здесь есть я могу группы между собой тоже менять здесь это все сразу линкуется в микшере вот и важный момент если я выделяю трек он выделяется в микшере тоже вот это нам пригодится для автоматизации что еще мы создали группу но на эту группу если я посмотрю вот в раздел fx вообще ничего не приходит давайте я поменяю чтобы мастер у меня был самый правый это не обязательно делать но мне так удобней я нажимаю play и наши волны сюда не попадают индикатор тут ничего мне не показывает назначение удобно можно вот здесь но люди открывают это и пугаются более того здесь не всегда оно сохраняется смотрите у каждого трека видите здесь мастер слово написано потому что у меня мастер-шина называется мастер как ни странно я хочу чтобы мои волны вот все волны и ветер шли не на мастер а сначала на шину fx для этого я здесь убираю вот кликаю сюда remove bass output тынк 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 и создаю плюсиком куда пойдет сигнал с этого трека вот вот так пробуем что получилось а вас тюлевы сейф лайф вот я вижу что сигнал попадает на шину fx но звука нет где эффект то как вы думаете почему а потому что я вижу что здесь с шины fx сигнал идет в никуда давайте это исправим с fx у меня будет идти он пусть на мастер теперь все срастется нафига это делать во первых я получаю общий трек который отвечает за эффекты я могу все эффекты разом сделать тише именно шиной во вторых я могу обработать любыми эффектами сразу все треки которые попадают на шину fx в третьих я могу использовать его как висей да дополнительную шину ну так как это группа уже в этом случае нет смысла висей трек висей на каждом треке это организация наших фейдеров таким образом что мы их привязываем к какому-то висей треку ну давайте вот эту шину оставим пусть это будет голоса и создадим висей фейдер это делается отсюда висей назначение я создаю висей 1 и к нему привязываю все мои эффекты вот просто так выделим и здесь вот к первому висей вот он появляется висей 1 можно его назвать да пусть будет висей 1 не знаю природа эмбиенс вот так что мне это дает допустим я здесь сделал какой-то баланс да мне все нравится и я хочу все это сделать погромче или потише в принципе мы можем здесь сделать погромче и потише но помимо волн у меня могут быть еще какие-то выстрелы там не знаю моторные лодки катера и прочее то есть другие эффекты которые все идут на шину эффекта мне нужно только с волнами работать я и хочу сделать например чтобы было сначала тише а потом громче то мне придется три трека автоматизировать даже четыре или там двадцать четыре а то я могу сделать это одним треком отличие всей трека что здесь нет никаких обработок это просто регулировка уровня и все ну солировать и имутировать я могу ну и записывать сразу на трек если эта опция активна так как здесь нечего записывать запись нам нажать ничего не будет происходить соответственно соответственно важный момент важный момент чтобы работало мы назначение делаем вот отсюда через эту менюшку и последнее наверное про микшер это группировка я могу создать группу ну давайте с нашими волнами пусть будет какое-то количество треков так почему он не не линкуется да раз два назначим их на группу наши волны так раз два три четыре без ветра только водичку добавил в группу и что будет происходить назовем ее чтобы было проще потом ориентироваться фейдеры хочу например или соло мьют или посылы или автоматизацию то есть любое выбранное действие слинкованное сгруппированное на этих треках будет менять все сгруппированные треки вот соло мьют да я привязал фейды панораму можно привязать посылы можно привязать то есть важный момент если у вас вот как сейчас я сказал посылы а где они здесь мы идем сюда бас сэнд или панорама вот что за сэнды это по классике что называется я давайте создам когда я забираю с каких-то треков сигнал и отправляю еще на дополнительный трек чаще всего дополнительным треком у вас будет какие-то эффекты давайте возьмем ревер окей вот ревер ну добавим сюда соответственно это сам эффект давайте возьмем его отсюда либо сразу покажу на мой взгляд более удобный способ через меню эффекты мне нужны файрлайтовские только эффекты понятно что вы можете внешне использовать но мы остановимся пока на родных чтобы вам ничего дополнительно не устанавливать берем ревер просто перетаскиваем сюда я могу перетащить его на конкретный клип кстати сразу если мне нужно не на всю дорожку а на какой-то кусочек в данном случае на а только не на мастер перетаскиваем где у меня ревер вот он закинули drive ads на сто процентов в данном случае нужно нам сделать потому что мы в посыле работаем убираем эффекты и хочу отправить вот посыл сигнал с диалога с трека диалог на ревер вот тынк и с каким уровнем в серединку вот этот значок кликаем вот уровень потому что если просто то сигнал не пойдет сухой и вот с ревером будет вот это уровень видите здесь он отображается тоже и и чего-то не играешь а а почему он не играет а потому что я шину ревер это никуда не отправил куда она должна мне пойти а вот а а а а а а нет друзья мои а а до это шина вот мастер да о его 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 как громко там вот этот момент с одной стороны подбешивает ну блин если создал шину значит она куда-то должна выйти возможно это потом допилят то есть я же не вниз не просто так создал чтобы она в тишину куда-то это улетала но это может быть я слишком много хочу то есть мы создаем определенное понятно что мы можем использовать эффект и здесь то есть везде где есть вот этот плюсик и блок эффектов с плюсиком значит я могу туда добавить эффект далее далее уровни баланс ну собственно здесь я уже все предвосхитил и рассказал мы единственный момент а вот при базовом микширование таком при миксе да мы ориентируемся на уровень здесь либо здесь здесь просто более обширно я сразу вижу все это имеет значение когда много трек особенно давайте уберем посыл я просто его выключил а вот так его можно удалить то есть включил выключил настроил и удалил либо отправил сигнал еще куда-либо я могу сделать несколько посылов с одного трека и ориентируясь ориентируясь на уровень ваша сейчас пока задача чтобы нигде не было перегрузки особенно на мастер-шине если у вас громко в принципе вы можете сделать либо просто потише вот здесь но лучше правильней применить лимитер и но не допускайте не надо делать такого чтобы у вас вот здесь все на всю было да прям все упирается так уж дико и потом мы просто делаем типа тише на мастер-шине не надо здесь у вас баланс должен быть таким баланс уровней панорамы ну пусть там голос допустим будет сначала здесь чтобы мастер-шина без эффектов в дефолтном положении фейдера то есть 0 всегда здесь уровень был не выше нуля децибел в самом громком месте вот можно ориентироваться вот здесь вернем панораму на место панорама это размещение между каналами нашего источника когда центр он значит будет одинаково по уровню звучат я в левом и в правом канале и нам кажется что звук в центре до получается хотя на самом деле он и из левого и справа канала звучит просто одинаковым уровнем а здесь все окей как как неправильно допустим здесь очевидно что ну не голос тихо а вот эти волны громко то есть нам не надо их так задирать чтобы потом еще голос задрать у нас тогда сейчас наверно очень громко будет а вот да вот у меня уже плюс 7 децибел клиппинга вы скажете но я здесь сделаю мастер потише нет потому что когда мы начнем применять эффекты а мы их по-любому будем применять на мастер-шину они как вы помните будут работать не очень адекватно иногда очень неадекватно что будет явно не в лучшую сторону по звуку отражаться то есть нам такое не нужно такой ужас частенько просто люди которые не задумываются об этом делают как им удобно работать и так и сохраняют потом то есть вот это просто дисбаланс здесь важный момент есть важнейший мы смотрим не на циферки ориентируемся на на слух как нам нравится я понимаю что это курс не по сведению какому-то глубокому микшированию хотя я все это здесь разберу для видео базового миксинга это мы все будем делать в дальнейшем на данном этапе задача чтобы не было клиппинга чтобы был более-менее ну какой-то приемлемый баланс давайте мы я закину сюда опять обратите внимание что все по папочкам должно быть это вы знаете уже кто был у дмитрия тот это все впитал более чем я закину сюда какой-нибудь файлик вот любой там музыкальный допустим ну я возьму свой трек наверное он сюда подойдет да закинем его на давайте на новый трек или да вот на трек с музыкой так как-нибудь ну что тут видео есть а дальше звука нет просто перетащил здесь я сразу кстати могу если вдруг у вас выключена вот эта опция вот эта линия за которой можно хвататься и менять громкость она включается вот здесь вот выключил включил сразу трек дисплей как будут отображаться видео треки или нет ну в данном случае они не нужны отображение волны ну вот так просто более информативно просто визуально даже более приятней опции навигации к чему будет привязываться к фейдом и так далее ну вот трензиент здесь можно оставить все по умолчанию единственное вот вот эту включить если вдруг она у вас выключена как будет playhead себя вести ну стандартные классические варианты и важный момент это скроллер где я могу одну либо две дорожки под превью вот у меня маленькая превьюшка вот я могу здесь поменять там допустим здесь будет у меня диалог ой диалог а здесь музыка ну и здесь какой-нибудь давайте закинем фразку пом-пам-пам вот этот кусочек ну так же и наутом я к примеру заберу кусок допустим здесь эта фразка условно вот и что мы хотим сделать где сейчас видео закончится вот здесь то есть вот здесь у меня уже должна быть концовка что нам нужно сделать нам нужно укоротить видео там было по-моему фраза меня зовут там так-то так-то да вот это заберем тут прямо прямо отсюда можно конечно весь фрагмент закинуть но как вы понимаете да будет не очень хорошо ну здесь его потом мы можем пить также открыть закрыть тут кому как удобнее на самом деле вот здесь хочу чтобы уже была вот эта часть сейчас мы примерно вот отсюда отсюда можно сразу разрезать и перейти на ну а вот здесь сильная доля ну опять сильной доли вы делаете как вам нравится на слух главное чтоб склейка была незаметная вот отсюда дальше более точно подгоним потом подтягиваю сюда еще наверно можно да ну либо я сдвину вот так и склеечку надо подровнять можно либо вручную вот так вот делать просто тягать и ждать когда попадешь я советую сразу включить режим слоев режим слоев тик тик player layered audio editing и сейчас вот здесь в вид view show track layers вот так получается на одном треке у меня как бы слои видите тут у тупом немножечко так и я так визуально наглядно мы видим сейчас скроллер пока беру место сделать больше вот вот все аккуратненько единственное что я бы сделал это crossfade можно схватиться за один он сам создается это на практике так будет быстрее сделаем что-то погромчей еще раз здесь как раз option l многовато crossfade и чуток можно еще продлить а здесь покороче то есть вы делаете таким образом чтобы склеечка у вас была незаметная да вот видите продлил лишний crossfade и он там уже следующая часть пошла которая нам не нужна так отмотайся назад опять залипает тоже есть момент когда ну вряд ли это мышка какая-то неправильная он не масштабирует но это просто еще раз нажимаешь и все еще покороче допустим и допустим я хочу на пару кадров сдвинуть вправо влево я держу shift и вот таким образом могу менять передвигать мою часть это вот здесь так пам-пам-пам вот я могу покадрово либо subframe да то есть прям по чуть-чуть в данном случае имеет смысл по чуть-чуть совсем так попробуем допустим поставим так я перейду к разделу библиотека эффектов если мы сюда кликнем у вас здесь не будет никаких эффектов ну то есть если я wave вобью у меня видите здесь выскакивает находятся эффектики в аудио формате которые можно установить мы перейдем по ссылке она будет в конспекте чтобы быстренько скачать но если не хочется мы можем через пройти у вас здесь будет ничего мы можем добавить новую библиотеку вот библиотека музыки имя вы делаете какое угодно вам достаточно для курса будет стандартную firelight sound library это бесплатная библиотека которую вы можете скачать прямые ссылки на windows mac я скину в конспект прелесть в том что вы просто скачали распаковали и все работает да но если вдруг вы хотите добавить что-то в какую-то свою библиотеку да не только же это это ограничиваться мы можем это сделать без проблем давайте я создам новый проект у вас будет вот так изначально мы нажимаем добавить библиотеку свою своих эффектов там папочка вот она будет вот так называться дополнительные медиа вот и если я выбрал эту папку в ней есть под папки он это все сканирует и добавляет открыть он просканировал сказал что добавил 40 клипов вот тут они лежат важный момент если вы эту папочку удалите то собственно доступа к библиотеке не будет и ничего не произошло типа а где а где а где эффекты все выбрано где эффекты мы пишем здесь запросы теги но если в этой библиотеке нет ни в тегах ни в названии то что мы запросили вообще ничего не будет показываться есть такая фишка мы ставим три звездочки и он показывает все звуки которые есть в этой библиотеке то есть вы не знаете ну вот просто а что у меня тут есть к примеру кликнули нажали play удобство в том что вы можете это все не обязательно от этот project я почему не названный чтобы с чистого листа как бы вам показать у вас есть доступ к этой библиотеке потом везде всегда ну это локальные вот они допустим я хочу добавить отсюда что-то с этой библиотеки я могу взять просто ну любой вот этот файлик и перетащить ну давайте дрон этот вот таким макаром просто драган дропом могу указать точки входа-выхода и взять кусочек могу сделать предпрослушку с привязкой ну допустим здесь вот отсюда аудишн вот он добавился сюда выбранный трек важный момент то есть если я хочу создать новый трек правой кнопкой адрд трек стерео пусть будет это дрон дроне это будет вот он добавился вот он добавляется сразу сначала если я хочу засинхронить чтобы он добавился вот отсюда к примеру я нажимаю кнопочку синк так только надо сначала отменить set think point вот она вот здесь ее будет видно всегда и нажимаю audition вот он с этой точки вот playhead и вот эта точка синхронизации вот сюда он добавится это важно когда мне нужно прям четко попасть в какое-то действие там удар выстрел чтобы эффект был сразу синхронный какой если мне понравился эффект все я вот все оставляю я нажимаю подтвердить все остается здесь если я хочу там передумал и так далее я нажимаю отменить но я уже подтвердил просто и так мы можем быстро пройтись по эффектам допустим этот хочу in out все забрал вот просто хочу перетащить выбранный кусочек ну как-то он резко там закончился что нужно сделать фейд ему можно сделать как вариант если мне на данном этапе не нужно работать слоями я бы их отключил когда все ну чтобы выглядело все более красиво допустим да можно сюда подвести все так да и мы перейдем к панели эффектов она собственно я уже ее касался вот она эффекты разбивается все по категориям вст аудио юнит это форматы плагинов внешних на маке есть аудио юнит на виндуз нет разницы никакой по большому счету то есть вы на виндуз выбираете смело вст и работаете категории возникают если к примеру у вас есть эффекты изначально предназначены для обработки басов или там низких частот то будет категория бас вот если ну допустим ревербераторы здесь есть штатный будет раздел firelight fx эффектах вот они все здесь есть почему мне вот этот вариант больше нравится здесь есть поиск если у вас только firelight fx и всегда вы только им пользуетесь в принципе он умещается вот ну только здесь в одной части и удобнее мне лично искать по не по категориям потому что я не знаю мне нужен конкретный там эквалайзер а где он тут ну наверное в эквалайзерах вот в разделе мастеринг вот тут есть а он по идее должен быть а изотоп озон здесь а его нету там где нибудь вазер в других там частях и так далее здесь проще быстрее audio fx озон вбил вот он быстро нашел мгновенно все это работает нужный эффект быстро перетащил то есть вот этот вариант работы удобнее я хочу могу выключить точнее по одному эффекту могу выключить всю цепочку эффектов то есть они не удаляются никуда не пропадают вот могу открыть каждый эффект его настройки мы к ним еще вернемся к этим всем ручечкам кто был на основах тому будет попроще много знакомого будет и так давайте мы перейдем к домашнему заданию что вам нужно будет сделать вы добавили себе вот этот эффект как я пока вот этот проект как я показывал в начале да через проект ваша задача добавить музыкальный трек из проекта не тот который я закидывал да хотя давайте на выбор вы можете вообще свой музыкальный трек добавить либо как минимум вот он здесь есть вот так он называется вот сделать хотя бы одну склейку чтобы она была аккуратненькая и незаметная вот сделать баланс важно таймлайн первый не надо туда далеко пока дальше лезть сделать баланс таким образом чтобы он был комфортным негромким на мастер шине должна быть мастер шина которая называется мастер примените лимитер ну в громких местах чтобы лимитер срабатывал там вот здесь редакшн не больше чем 3 децибела чтобы было понятно что у вас нет какого-то дикого перегруза организовать посылы и роутинг вот эту всю коммутацию таким образом чтобы на группу вот waves тут все что я делал собственно waves шли на группу эффекты голос пусть идет на vo вот и в принципе достаточно vca и группы по желанию не обязательно это делать потому что пока наверняка вы с этим не будете сталкиваться а дальше мы к этому еще вернемся мы это еще закрепим в дальнейших домашек вот важный момент ну по желанию тут маркерами в принципе подписано что где вы можете использовать дополнительные здесь вот эффектики вот такой такой вот и обязательно из библиотеки использовать хотя бы один какой-то файл эффект вот дрон как я показал на новом треке вот такая будет домашка самый важный момент как ее скинуть так как вы используете все то что есть уже у меня я имею ввиду аудио данные то вы сначала сохраняете этот проект и закрываете его это важно вот прям сохранить да и close нажать вот и только потом вы экспортируете проект экспорт project выбираете куда его сохранить ну пусть он называется там там не знаю дз1 там хотите ваше имя напишите но если вы добавляете что-то свое отдельно вот вы не эти эффекты которые я там в материалах приложил а что-то свое добавили там свою музыку взяли написали по-быстрому музыку и закинули ее сюда вы хотите сюда ее добавить важно чтобы этот аудиофайл был прикреплен тогда то есть вы его сохраняете отдельно и запаковываете в архив у вас то есть аудиоданные архивом запакованы вместе с проектом то есть загружаете в класс вы один архив в котором находится проект экспортированный и аудиоданные если вы их использовали не дефолтные то есть не те которые здесь в проекте в медиапуле а дополнительные ну к примеру вы взяли свой трек вот сюда закинули и у меня то его не будет чтобы я все открыл корректно вы его обязательно тоже приложите и загружаете один архив если у вас больше чем один файл нужное количество файлов запаковываете в архив zip rar без разницы и загружаете в класс архив важный момент по домашке ну потом вы поймете что почему зачем я еще буду проговаривать важный момент перед тем как это все сделать вы должны сохранить и закрыть проект иначе наверняка что-то пойдет не так там он будет без ваших изменений автосейф забыли включить и так далее спасибо за внимание до встречи на занятии на проверке домашки всем пока до встречи его под разве и для MP перед